В канун Рождества Фритц и Мэри с нетерпением ждали, когда можно будет распаковывать подарки. Вдруг раздался стук в дверь. Это был их дядя с кучей подарков в руках. Дети очень обрадовались, увидев его. Затем они принялись распаковывать подарки. Мэри достались нарядные куклы, игрушечная посуда, а также прекрасное шелковое платье. Фритц также получил то, что хотел великолепного коня и мышиного короля. Мэри заметила, что под елкой лежит какой-то солдатик. Это был щелкунчик, призванный аккуратно разгрызать твердые орехи. Девочке он очень понравился. Но Фритц сказал, что это его подарок и попытался отобрать его у сестры. Дети так сильно растянули щелкунчика, что оторвали ему руку. Сломанная игрушка стала ненужной мальчику. Мэри очень расстроилась и расплакалась. Но дядя смог отремонтировать солдатика. Девочка была счастлива и аккуратно обняла его. День был очень насыщенным, поэтому она скоро устала и заснула прямо под елкой. Во время сна Мэри услышала странные звуки. Они были похожи на мышиную возьму. Девочка открыла глаза. Предметы в доме казались намного больше, чем были. А елка, под которой она уснула, стала совсем гигантской. Мэри поняла, что это не предметы увеличились, а она уменьшилась. Неожиданно перед глазами изумленной девочки появился мышиный король со своей армией. Мэри сильно испугалась и хотела убежать. Но гигантские мыши остановили ее. И тут произошло чудо, щелкунчик вскочил на ноги и выхватил девочку. Они мигом забрались по елке на книжную полочку, а по ней добрались до игрушек фрица. Там была целая коллекция оловянных солдатиков. Щелкунчик позвал их на помощь. Солдатики тут же вскочили на ноги и побежали за ним. Щелкунчик взял на себя командование армии, и солдатики стали сражаться с армией мышиного короля. Битва между игрушками и мышами была ожесточенной. Но, к сожалению, мышей было слишком много, и армия щелкунчика стала терпеть поражение. Мэри увидела это и выбежала из своего укрытия. Она кинула в мышиного короля свою туфельку и попала ему прямо в голову, и тот упал на пол без чувств. Остальные мыши поняли, что битва проиграна, и убежали кто куда. Мэри подбежала к щелкунчику, но он лежал без сознания, так как был сильно ранен мышиным королем. Девочка подумала, что он умер, и стала горько плакать. И вдруг позади Мэри появилась прекрасная фея. Она решила помочь девочке. Махнув волшебной палочкой, она оживила щелкунчика. Махнув палочкой во второй раз, фея превратила солдатика в прекрасного принца. Мэри и щелкунчик смотрели друг на друга влюбленными глазами и не могли оторвать взгляд. Махнув волшебной палочкой в третий раз, фея перенесла влюбленную пару в королевство сладостей. Деревья там были сделаны из конфет, а цветы из мармелада. Это было чудесное место. Мэри на секунду закрыла глаза от наслаждения. И вдруг она услышала голос мамы, которая звала ее по имени. Открыв глаза, девочка увидела маму, которая смотрела на нее в замешательстве. Мэри тоже не могла понять, что происходит. Девочка рассказала о своем чудесном путешествии, но мама только мило улыбнулась. Затем Мэри увидела оловянного щелкунчика в своих руках. И тут она поняла, что проспала под елкой всю ночь, а все, что с ней произошло, это был всего лишь яркий сон. Через несколько лет к Мэри и Фрицу приехал погостить племянник их крестного. Как только он вошел в дом, девочка от удивления чуть не упала на путь. Мальчик был похож на щелкунчика, как две капли воды. Мэри ему тоже понравилось с первого взгляда. Спустя какое-то время они поженились и жили ничуть не хуже, чем в волшебном королевстве сладостей. Жили на свете муж и жена. Давно им уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. Однажды жена заболела. Муж спросил у нее, чего она хочет больше всего. Жена ответила, что есть неподалеку великолепный сад, где растет много прекраснейших цветов. Там на грядке есть прекраснейший рапунцель. Он на вид такой же свежий, такой зеленый, что ей страсть, как хотелось отведать его. Но сад был обнесен высокой градой, и никто не осмеливался входить в него, так как сад этот принадлежал одной колдун. Она обладала большим могуществом, и все на свете боялись ее. Муж очень любил свою жену и решил достать для нее рапунцель, чего бы ему это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе салат из него и с жадностью поела. Салат этот так понравился ей, что на другой день захотелось еще больше, чем прежде. Пробрался муж в сад еще раз, но перед ним уже стояла колдунья. Она гневно на него поглядела и сказала, что он сильно поплатится за воровство рапунцеля. Он попросил колдунью не гневаться, ведь сорвал рапунцель для своей жены, которая сильно заболела. А он так сильно любит ее. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала, что если это правда, то позволит набрать рапунцеля столько, сколько он пожелает, но при одном условии. Он должен будет отдать колдунье ребенка, который родится у его жены. Муж со страху согласился. Когда жена родила девочку, явилась тотчас колдунья, забрала ребенка с собой и назвала ее Рапунцель. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню. Башня-то находилась в лесу, и не было у нее ни дверей, ни лестницы, только на самом верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она звала Рапунцель, чтобы та спустила свои косы вниз. А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы вниз. А колдунья взберется тогда наверх, уцепившись за них. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг услышал он пение. А было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом. Захотелось королевичу взобраться наверх. Стал он искать вход в башню, но найти его было невозможно. Увидел он как-то раз, как колдунья взбирается наверх по косам, которые спустила ей Рапунцель. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и позвал Рапунцель. Она услышала, спустила свои косы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидев, что к ней вошел человек, которого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто пением, что решил он ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. И когда он спросил, согласна ли она выйти за него замуж, она дала свое согласие и протянула ему руку. Вот только не знали они, как им вместе спуститься вниз. Придумали они, что когда королевич будет приходить, всякий раз будет брать с собой кусок шелка, а Рапунцель будет плести из него лесенку. И когда лесенка будет готова, они вместе спустятся по ней и уедут. Колдунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила, почему это королевича легче тащить вверх. Все поняла колдунья. Разгневалась и вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель. Обмотала их несколько раз вокруг левой руки, правой схватила ножницы и отрезала их. Завела колдунья в густую чащу Рапунцель и спрятала ее там. Привязала она отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич, спустила их вниз. Взобрался королевич наверх и увидел колдунью. Она глянула на него своим взломным взглядом и сказала, что не видать ему Рапунцель никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. Бродил слепой королевич несколько лет в горе и печали по лесу. Все время горевал и плакал по потерянной им любимой. Зашел однажды он в густую чащу, вдруг услыхал королевич чье-то пение. Оно показалось ему таким знакомым, и он пошел навстречу. Когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала на радость. Упали две слезинки к нему на глаза, и королевич снова прозрел и стал видеть, как прежде. Привел он ее в свое королевство, и жили они долгие-долгие годы в счастье и радости.